За что мы любим Skyrim? И может ли The Elder Scrolls Online подарить нам хотя бы толику этих эмоций? Не переключайтесь! Всем привет, с вами Штейн, и в этом видео я расскажу вам, что же такое ТСО, стоит ли играть в неё в 2018 году, надо ли за неё столько платить, и самое главное, я сделаю это от лица поклонника серии и ярого любителя Skyrim. Постараюсь объективно, насколько это возможно, разложить всё по полочкам. Поехали! Сейчас, когда слухи о Elder Scrolls 6 всё ещё остаются слухами, а Oblivion и Skyrim в буквальном смысле заезжены до дыр, поклоннику серии остаётся либо с вожделением ждать релизов от фанатов-мододелов, которые надо отдать должное на пути к игре мечты делают титанический труд, выжимая максимум из мизерных ресурсов, либо уходить в другие проекты и кушать завтраки-беседки. Самое время попробовать что-нибудь эдакое, до чего раньше не доходили руки. Например, The Elder Scrolls Online. Итак, скачиваем дикое количество гигабайт. А очень умный Steam вообще радует, ибо сначала выкачивает 80 гиг установочника, а потом их распаковывает и требует суммарно 160 гигабайт свободного места. Чтобы закинуть игру на SSD, пришлось потрудиться. При скачивании с официального сайта, к слову, такой проблемы нет. В общем, после этой прекрасной прелюдии, игра встречает нас знакомым редактором персонажей. На выбор 9 раз и 5 классов. Да-да, классов. И это первая нестандартность для привычной нам серии. Класс в Elder Scrolls Online определяет три основные ветви навыков, однако не определяет роль. Любой класс можно развить и в танка, и в лекаря, и в дурмашину, заточенную на урон. Но об этом чуть позже. Также в ТСО есть еще и десятая раса имперцы. Но она доступна только владельцам имперского коллекционного издания. И позволяет любой расой выбирать фракцию. По умолчанию 9 раз уже разбиты на 3 фракции, сражающиеся на PvP локациях. Поэтому при старте с друзьями, важно обратить на это внимание. А то, можно оказаться по разной стороны баррикад. Сам редактор многое взял из предыдущих игр. Даже слишком многое. Сделать приятного глазу персонажа в пару кликов, по-прежнему проблематично. А варианты случайной внешности могут вообще загнать под стол. Однако, если все же приложить руки и поиграть с ползунками, можно получить действительно индивидуального персонажа. За это однозначно плюс. После входа в игру и прогулки за ручку по первому квесту, нас выпускают в открытый мир. И как всегда, вот она свобода. Делай что хочешь. Желаешь пойти по основному заданию и эпичненько спасать мир от вездесущих до эдра? Пожалуйста. Хочешь пойти в ближайший город и по привычке обчищать карманы, грабить и убивать прохожих? К слову, убивать NPC можно. Пожалуйста. Стража, конечно, будет не в восторге, и всеми силами будет пытаться либо вытрясти из вас все наворованное, наградив придачу штрафом, либо завалить к чертям в зависимости от степени проступок. Но кого и когда это останавливало? Бегать и прятаться от стражи мы умеем давно. Псссс. Говорят, здесь воруют. Ты что-нибудь знаешь об этом? Ну, кто в теме, тот понял. А мы идем дальше. Ведь можно и по старинке. Просто пойти, куда глаза глядят. Ведь вверху экрана родной компас с иконками ближайших мест. Подземелья, шахты лощин предостаточно. а в каждом поселении ждут нашей помощи. Атмосфера непередаваемая, мир действительно получился родным и очень живым. Графика также на уровне, да и оптимизация не вызывает нареканий. Если рассматривать игру со стороны ПВЕ игрока, контента действительно хватает. Множество локаций, в том числе знакомых нам по другим играм серии, и все локации насыщены квестами и подземельями, везде есть чем заняться. Для любителей кооперации есть система поиска подземелий и более 30 данжей разной сложности. И тут мы встречаем первый неприятный момент. Купив обычную версию игры или издание Morrowind, за немалые, между прочим, деньги, спасибо курсу доллара, вы обнаружите, что имеете доступ далеко не ко всем локациям и подземельям. Конечно, и доступного хватит надолго. Как минимум, чтобы определиться, нужно ли вам остальное. К примеру, только Вандерфелл с перерывами на данжи отнял у меня более 150 часов. Если все же хочется заиметь все и сразу, нужно либо купить полное издание, которое стоит дико, либо докупать дополнение по одному в игровом магазине, что тоже влетит в копеечку. Но хотя бы не сразу и по кускам. Есть еще вариант с подпиской. Да, в платной игре есть еще и подписка, и стоит она тоже немало. Зато открывает доступ сразу ко всему контенту, который есть в игре. Также отмечу, что распродажи в стиме не редки. Да кому я это рассказываю, все это знают. И если немного потерпеть, можно урвать ТСО со скидкой 50%, а может быть даже и больше. Система прокачки, пожалуй, стала намного глубже. Она совместила в себе и элементы, привычные нам по играм серии, и ММО составляющую. Набив уровень, мы точно так же, как и раньше, выбираем одну из трех характеристик для улучшения. А также получаем очко навыка, которое можно потратить на прокачку умения в одно из множества веток. Книги тут больше не нужны. Три ветки мы получаем при создании персонажа, выбрав класс. Остальные же открываются по мере использования нами различные экипировки и вступления во фракции. Каждый навык прокачивается по мере использования, и может быть трансформирован, что иногда в корне меняет его свойства. А у каждой ветки есть еще и несколько пассивок, работающих постоянно. Смысл прокачки самих веток тот же, что используешь, то и качается. Стреляешь из лука, качается лук. Носишь тяжелую броню, качается тяжелая броня. Уделю немного времени и самой броне. Основа одевания в Elder Scrolls Online – собрание сетов, в коих огромное количество. Обычный сет состоит из пяти или двух частей и имеет уникальные бонусы. На персонажа же можно натянуть 10 шмоток одновременно. Соответственно, как минимум два разных сета, что в сочетании со свободным выбором навыков, увеличивает количество комбинаций билдов до невообразимого. Новые нагибаторские билды мелькают на забугорных сайтах едва ли не ежедневно. Максимальный уровень в ТСО – 50, но при его достижении прокачка не заканчивается. После полтинника за опыт персонаж будет получать очки чемпиона, которые отображаются возле ника и могут быть потрачены на усиление пассивных навыков, что позволяет отполировать билд и максимально заточить его под нужную специализацию. Топовая алхимия экипировка, к слову, требует 50 уровень и 160 этих самых очков чемпиона, а максимальное их количество на данный момент – 720. Качаться, конечно, можно и дальше, но потратить очки уже не дадут. Баланс. В общем, игрок практически ничем не ограничен. Билд можно собрать любой. Маг с секирой и в тяжелой броне – тут обычное дело, ведь соло-контент и обычные данжи можно пройти почти кем хочешь. Но, ПВП, ветеранские подземелья и триалы на 12 человек потребуют тщательно продуманного и сбалансированного билда. Сложность действительно на уровне. При всем этом запороть персонажа почти нереально. Все очки и навыки можно сбросить в любой момент, помолившись у алтаря за символическую цену. Система получилась удобной и многогранной. За это снова плюс. Но тут же кроется вторая неприятность. И, наверное, это очень субъективно. Использовать весь арсенал сразу нам не дают, в угоду боевой системе и балансу. До 15 уровня на панели быстрого доступа может быть только 6 навыков. На 15 уровне открывается второй набор оружия с точно такой же панелью. Переключиться можно в любой момент одной клавишей. Это дает нам суммарно 12 умений, которые можно использовать, переключаясь между наборами. Отката у большинства навыков нет. Так что основным ограничением является ресурс маны и выносливости, которые тратятся на каст. 12 активных навыков и неограниченное количество пассивных. Много это или мало решать вам. Но знаю точно. Старое поколение ММО еще не вымерло и есть любители пианино с 50 кнопками на экране. Ремесла в Elder Scrolls Online тоже развились и усложнились в угоду ММО составляющей. Уделять много времени этому не буду. Скажу лишь, что крафтеры востребованы и прокачать ремесло быстро не получится. Есть где позависать и поразбираться. Теперь немного о том, ради чего многие и играют в ММО РПГ. Сражения с другими игроками. Пвп доступно только на аренах в нескольких разных режимах и на специальной огромной локации Сиродил, где три фракции постоянно сражаются за контроль над территорией. Осады замков и крепостей, артиллерия, огромные зерги и обманные маневры. Тут есть все. Приправим это хорошей системой рангов и возможностью стать императором и получим крепкую, твердо стоящую на ногах пвп составляющую, в которой также можно зависнуть надолго. Доната влияющего на силу персонажей нет. Тут реально рулят руки и правильные билды. Правда, при всем этом лично меня огорчило полное отсутствие пвп в обычных локациях. Отыграть роль убийцы темного братства, поохотиться на игроков или с зашкаливающим пульсом пытаться отбить неожиданное нападение, этих эмоций нам не видать. Хотя, со здешним медитативным пве и наслаждением атмосферой, может оно и к лучшему. Интерфейс сложно отнести к плюсам или минусам игры. Он самобытен и минималистичен. На стандартных настройках практически полное ощущение, что играешь в оффлайн РПГ. Никаких разноцветных ников и нагромождений. Атмосферно? Да. Удобно? Каждый решит для себя сам. Благо, с помощью модов интерфейс можно поменять кардинально. Добавить миникарту, индикаторы урона, ДПС и черт еще пойми что. Тут, в общем, как всегда. Что не доделала беседка, допилят игроки. Еще один неприятный факт, игра при ее цене не локализована. Только английский язык. Однако, снова выручают мододелы. Есть фанатская модификация, которая крайне качественно и дотошно переводит большую часть игры. Навыки, квесты, книги, данжи. Переведено в более 50% всего контента и работа не прекращается. Ребятам почет и уважение. Полный список переведенных локаций есть на их сайте, ссылку на которые я оставлю под этим видео. Есть, кстати, в игре и русская комьюнити. Довольно большое, гильдий много, а люди, на удивление, адекватные и не отказывают в помощи. Видимо, не по нраву или не по карману мамкотрахерам такие игры. И это действительно приятно. Не гоже в родном Тамареле слышать малую интеллектуальную ругань. В ТСО вообще приятно играть. Она пожирает часы, как бородач водяру. Но через десяток подземелий начинаешь замечать, что насколько они красивы и проработаны. Настолько же и линейны. А лут строго привязан к уровню. Нет того кайфа исследования и добычи, которые сопровождала нас в подземельях Скайрима и Обливиана. Большинство шахт встретят нас с кучкой обычных мобов и главарем в конце, с которого упадет шмот и расходники ровно твоего уровня. За чем-нибудь более ценным нам, разумеется, предлагают прогуляться в групповые данжи. По крайней мере так работает система в процессе прокачки. На топ уровнях с этим поинтересней. Интерактивные объекты вроде урн натыканы густо, но копаться в них надоедает очень быстро. Отмычки и хлам, изредка разбавляемые рецептами. Немного не то. Мешки же и ящики не в счет, они пригодятся ремесленникам. Ко всему этому, если не собирать мобов со всего подземелья разом, умереть довольно проблематично. А если и получилось, то всегда можно встать на месте, использовав камень души, который хвалится в достатке. Еще большинство пещер сопутствует свой квест. И очень нередки случаи, когда квест из города отправляет вас в пещеру, которую вы уже зачистили по дороге. Ну и, конечно же, игроки. Большинство подземелья общие. И пробегающий на фоне читаемой тобой книги игрок, разумеется, добавляет атмосферы. И немного седины. Ибо часто вместо размеренной зачистки с осмотром достопримечательностей, вы будете матерясь лететь за нордом-берсерком, рубящим все направо и налево, пытаясь рвать хотя бы немного опыта. В популярных и стартовых локациях 3, 4, 5 игроков в одном подземелье – это норма для Тесс Онлайн. Что изрядно портит атмосферу исследования, которую мы так любим. В общем, через некоторое количество часов приходишь к выводу, что логичнее всего вместо бесцельной пеготни сначала набрать квестов везде, где только можно, а потом планомерно зачищать и исследовать определенный участок мира, периодически разбавляя соло-игру групповыми данжами, ветеранские версии которых, кстати, требуют нехилой кооперации. Их интересно и нужно изучать, ибо из-за одного неумилого игрока с легкостью может лечь вся группа. Это не совсем привычно, но все же доставляет. Квесты интересны и содержательны. Нет желания пропускать диалоги, ведь каждая история полноценна и логична. Присутствует даже некая интерактивность. Периодически нам дают выбрать, что делать дальше, или решить судьбу персонажа. От нашего выбора зависит то, как закончится история. Также NPC могут реагировать на свойства персонажа. Например, как же кайфово и атмосферно было мое прохождение ветки квестов в тылване Морровинда за Органянина. Практически в каждом диалоге надменные темные эльфы презрительно высказывались о моем чешуйчатом происхождении, а я планомерно освобождал своих братьев по крови из-под их гнета. И в этом весь Elder Scrolls Online. Тес — это красота, атмосфера. Это мир, любимый многими с детства. Мир, с которого я, как и многие другие, начали свой путь в РПГ. Он не такой, как раньше. Он впитал много ММО составляющей, но не потерял душу. Тут все так же нет сиськописек на каждом углу. Тут нет взрывающей мозг заточки, на которую ходят годы. Тут нет кнопки «купи и выиграй». Тамриэль Онлайн идеально подойдет, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Побродить по красивому и живому миру, случайно спася по дороге пару городов, опрокинуть в таверне кружку орехового эля, погладить пьяного в дрободан каджета и рвануть в хаос эсадемию сиродильских осад. Этот мир не без недостатков, но его проработанность и многогранность делают эту игру ММО-феноменом, попробовать на вкус которой стоит каждому. Спасибо, что смотрели это видео. С вами погружался в атмосферу Штейн. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Комментируйте и критикуйте. Мне действительно важно ваше мнение. Впереди много интересного. Еще раз спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok